всем привет вы видите и слышите лёшу халецкого и это очередной выпуск мнение дилетанта мое предыдущее видео из этой рубрики под названием цивилизацию ныне с большим удивлением для меня набрало много просмотров и лайков и оказалось что людей эта тема задевает по мнению некоторых моих комментаторов я делаю всегда видео чтобы набрать популярность на извините за слово срачи на самом деле нет я в мнении дилетанта обсуждаю те вопросы которые интересны мне и вот цивилизацию ныне я взглянув на то что происходит в мире мне показалось интересным это с вами обсудить а почитав комментарии я понял что для многих моих зрителей уныние является личной проблемой и вот это вот это этот выпуск будет посвящен тому как нам лично нам каждому из нас бороться с унынием в отдельно взятом себе кстати тоже было много комментариев что типа я сделал то видео потому что на меня самого напала уныние это совершенно не так так я сейчас извините сделаю потише свой микрофон это вижу что шкалит естественно я тоже подвержен унынию вообще человек который постоянно счастлив по моему идиот такого просто быть не может постоянно мы там и депрессия может быть и проблемы какие ну я сейчас немножко чуть дальше к этому перейду но самое главное что в комментариях оказалось много людей у которых с этим действительно проблема и я призываю я сейчас буду говорить свое мнение как стоит бороться с унынием но я прошу людей которые которым кажется что они в этом разбираются особенно психолог например или ну уверенных в себе людей больше тоже писать о том как они борются с унынием нету ныне чувак это очень дискуссионный вопрос и я подготовился к этому видео я к видео готовлюсь поизучал материалы и вообще нету одного какого-то рецепта избавления поэтому если мы будем вот сейчас в комментариях рассказывать о своих способах решения то они могут и другим людям подходить а кому-то не и ну и не подойдут то есть это такое такая проблема у которой несколько путей решения но начну с самого банального самого простого но о чем почему-то многие не задумываются и считают что это ну так блажь качков я не как в общем физическая усталость вы должны напрягать свое тело особенно в нынешних в нынешние времена когда почти вся работа сидячая многие из вас я думаю за компьютерами большее время проводят и телу нужна физическая нагрузка мы все те же обезьяны которые которые надо лазать по деревьям и если вы не будете физически уставать то на вас будет нападать депрессия как ни странно вывод попробуйте причем не надо себя там насиловать я не говорю про то чтобы держать форму там сбросить вес про накачивание мускулов нет человеку нужно в неделю в неделю два часа нагрузок каждый сам себе для себя решает как их распределять на самом деле абсолютно неважно выйти два часа за один день сделаете или распределить их течение недели вот мне например нравится там по 20 минут в день я занимаюсь приседаниями отжиманиями и как называется пресс качание пресса так называется я при этом не качок как вы понимаете я не стремлюсь к тому чтобы какие-то рельефные мускулы иметь это только для того чтобы оставаться в той форме которая у вас есть сейчас два часа в неделю и этого в принципе вполне достаточно чтобы ощущать такую небольшую усталость это уже намного лучше чем вообще ничего не делать вы попробуйте да там начните ну есть много комплексов упражнений много приложений уже на для смартфонов и прочего бесплатных абсолютно которые это все регулируют проверяют за вас я я вам говорю про отжимания это просто потому что мне это больше нравится я знаю многие кому-то больше нравится бегать а вот когда-то начинал с того что я просто на стадионе бегал но так как у нас плохо оборудованы стадионы а конкретно практически на всех скорее асфальтовая дорожка это очень плохо сказывается на позвоночнике на спине а я еще высокий худой ну not good лучше вообще лучше всего вообще ходить но для этого ходить надо много а у меня столько времени нет про чтобы просто ходить то есть каждый решает сам для себя если у вас есть возможность бегать по лесу например по обычным дорожкам там из земли песка то это много лучше чем по стадион я вам просто не хочу сейчас делать ликбез о том как заниматься физкультурой это все ищется и гуглится просто говорю о том что как важно напрягать физически свое тело и многие проблемы с депрессией и уныние и реально вот вот так просто решаются действительно это действительно очень банальный но действенный способ и почему-то многие о нем забывают или не хотят просто напрягаться или думают думают что если им надо заняться физкультурой только обязательно для того чтобы знаете там накачать мускулы стать такой ли или для девушек обязательно чтобы похудеть осенную талию получить нет можно заниматься физкультурой просто чтобы оставаться таким какой ты есть но при этом вы будете уставать физически физическая усталость это очень действенный способ избавиться от уныния это первый вопрос ну а второе который собственно вынесен в заголовок видео у меня это прокрастинация такое страшное слово если кто вдруг его не слышал и не понимает о чем речь это означает откладывание прокрастинация разновидность лени но очень важно понимать когда вы ленитесь не хотите что-то делать вы не испытываете от этого дискомфорт ну вот вот менка сейчас в течение недели было в лом делать видео надо было делать да ну я занимался другими делами получал удовольствие это не дела точнее были развлекался я развлекался и ну что ж было возможно сделать но я не хотел я ленился я мог валяться просто в носу ковырять это лень не надо несу это путь а прокрастинация это когда вы откладываете даже очень важные дела и при этом вы понимаете что вы поступаете неправильно испытываете от этого дискомфорт и это переходит в итоге в депрессию как мне кажется в нынешнем обществе это одно из одна из главных причин собственно цивилизации уныния ну я в прошлом видео рассказывал там много других причин а которые мы не можем сами с собой решить то есть то что там неуверенность завтрашнем дне и так далее это должно общество решать вместе то есть когда вы не верите своему правительству вот это вот все я я вот этого не затрагиваю я говорю про то что мы сами можем с собой делать то есть что как мы можем улучшить сами свою жизнь про это я вообще себя чувствую сейчас неким таким проповедником евангелистом который пытается обратить в свою веру но это мне просто кажется что я очень банальные вещи говорю на самом деле и что это всем и так понятно но проговорить и тем более чтобы вы еще в комментариях меня поправили это очень важно очень важно очень многие люди я немножко отойду в сторону имея большие знания очень важные знания причем до которых они дошли сами ими не делятся просто потому что им кажется что все вокруг это и так знают так вот не путайте прокрастинацию с ничего не деланием вы как раз прокрастинация о том что вы не отдыхаете вы даже когда вы ленитесь вы отдыхаете когда вы прокрастинируете или можно лучше по-русски говорить откладываете что-то вы при этом обычно люди начинают заняться каким-то другим делом лишь бы не заниматься вот тем чем надо на самом деле заняться и от этого вы не отдыхаете получается да вы все равно устаете и получаете еще сверху депрессию из-за того что вы не не сделали то что нужно при когда вы ленитесь вы восполняете энергию когда прокрастинируете вы энергию теряете в общем то чтобы такого не может быть чтобы вообще от прокрастинации избавились то есть у каждого человека такое состояние рано или поздно бывает но вот те кто находится в унынии для них это становится просто нормой теории которая объясняла бы это явление с которым были бы согласны все психологи не существует на данный момент я про это поэтому и говорю что мы с вами общаемся на довольно скользкую тему о которой нету единого мнения но вычленить мотивы некоторые прокрастинации можно во-первых низкая самооценка который который я не страдаю но знаю многие люди что-либо не делают потому что боятся что это у них не получится просто хотя уже миллион книг написаны миллион всяких мотивирующих мелчиков сделано о том что если ты не будешь пытаться то у тебя ничего и не получится ты вы можете миллион ошибок совершить и в последний раз все сделать правильно и достичь успеха ничего не делая ну ничего и не добьешься повысили самооценку закончили прокрастинировать другой вариант это вот как раз про меня это перфекционизм когда ты хочешь все сделать очень классно совершенно и я вот обычно когда задумываю ну какое-то видео я в голове его проигрываю представляю как она будет выглядеть и собственно создав его в голове мне уже очень сложно его сделать в реальной жизни и я начинаю заниматься чем угодно кроме этого видео и наоборот появляется страх что ты можешь что-то некачественное выпустить понимаете хотя в мире куча некачественного блин шестая цила по-хорошему вот я бы такое не смог просто сам выпустить а фераксис нормально и продали почти уже двухмиллионным тиражом вот эти ребята не прокрастинирует вообще не не капельки ни в какой мере и их подход более правильный эволюция показывает да блин и развитие бизнеса показывает что это более правильно правильно выпустить свой продукт и доделывать его чем тратить много времени на то чтобы выпустить совершенный продукт который потом уже никому не будет нужен и кто-то тебя опередит с сырым продуктом и тем более что это еще и от прокрастинации избавляет кстати еще из-за этого перфекционисты получают удовольствие от дедлайна всяких когда приближаются крайние сроки от работы знаете по ночам чтобы быстрее все доделать так у них есть тогда конкретная цель и они даже могут ну не сделать совершенно работу но они хотя бы обязаны к этому моменту и завершить то есть вот у них заканчивается этот это их желание сделать все совершенно когда есть дедлайн во многом естественно прокрастинация зависит от мотивации то есть если вы на какой-то нелюбимой работе то вы будете там прокрастинировать прокрастинировал прокрастинировал да не выпрокрастинировал очень банальная вещь просто сменить работу род деятельности и так далее мы я не хочу на этом останавливаться тут вопрос но когда вы занимаетесь любимым делом любимым ну то что вам нравится вы понимаете ли когда-то этого вам нравилось а сейчас вы испытываете дискомфорт и уныние к тому же очень сильно влияет отсутствие навыков планирования и вот здесь я немножко проведу параллель все-таки с нашими странами очень много у нас людей живет сегодняшним днем они не заглядывают они даже блин на полгода вперед не заглядываю не то что там на годы вперед и из-за этого во многом имеют неудовлетворенность в жизни потому что как-то меня солнце на меня интересно падает неуверенность в будущем и не могут просчитать что у них будет впереди и и поэтому собственно и голосуют за всяких классных ребят и так далее и в этом плане вот почему хороши стратегические игры вы должны тут планировать и вы постепенно начинаете задумываться как планировать свою жизнь играя в пошаговые стратегии они нас этому учат потому что пошаговая стратегия это не не про один ход и даже не про два про многочасовую партию поэтому если вы начнете управлять своим временем планировать то что вы делаете хотя бы в общих чертах там очень в общих чертах вы уже снизите уровень прокрастинации у себя и соответственно уровень тревожности поставьте себе какую-то цель на неделю на месяц на год на разные промежутки времени и и выполняйте ее занимайтесь этим я не говорю про точное расписание ежедневно каждодневно именно такое общее жизненное немножко относящиеся к планированию такая тема как люди не понимают что такие дела срочные а какие нет как их разделить какие важные какие не важные и теряются вот в этом но это опять же такое банальное мне кажется вот этого касаться не стоит вот все что я вам сейчас рассказывал в принципе вот эти теории что влияет на прокрастинацию они объясняют только причину уклонения от выполнения работы как я и говорил и лентяи могут уклоняться да там больные люди могут уклоняться ну из-за физического недомогания но это все не объясняет почему прокрастинация связана с беспокойством есть такая теория временной мотивации сейчас двух словах субъективная полезность действия которые и определяет желание человека его совершать зависит от четырех параметров уверенность в успехе ценности то есть предполагаемое вознаграждение которое вы получите за это действие срока до завершения работы и уровня нетерпения то есть грубо говоря человеку субъективно кажется что то действие которое за меньшее время перенесет ему больше денег оно и более важное и значимое тема начинает заниматься еще раз повторю оно нереально вот такое а то что человеку кажется хотя на самом деле можно заниматься абсолютно чем-то другим и получать намного большую пользу ну просто опять же я стараюсь проводить примеры с моим видео каналом мой youtube канал мне приносит какие-то деньги но когда я его начинал он он мне ничего не приносил и вероятность того что будет приносить была очень мала то есть по идее я вообще не должен был его создавать и что-то здесь публиковать тем не менее возможность планирования ну изучение рынка если хотите и какие-то понимание того что мы как может дальше развиваться медиа индустрия позволили вот мне что-то с него иметь но при этом мне пришлось больше года пожалуй просто поработать грубо говоря в никуда мог бы подумать кто-то другой но на самом деле я нарабатывал аудиторию зрителей которые потом уже как бы работают на меня человек прокрастинирующий бы никогда в жизни youtube канал не создал но это это один из примеров просто на собственном опыте если к работе есть личная заинтересованность а время ожидания результата сведено к минимуму то прокрастинации никакой скорее всего не будет человек радостно быстро все выполнит получит зарплату и счастливый отправится ее пропивать и поэтому очень многие люди живут сегодняшним днем нифига не планируют и т.д. и т.п. ну в общем что знал я вам сейчас рассказал опять наговорил кучу всего мне приходилось даже в процессе записи скидывать с планшета видео потому что место заканчивалось жду в комментариях ваших умных дополнений потому что тема действительно оказалась очень важная для людей я я не ожидал вот честно когда делал вот этот не дилетанта цивилизацию ныне я не думал что я не думал что для многих это является действительно проблемой так что ребят не унывайте во первых хотел сказать что я беспокоюсь о вас конечно я о вас не беспокоюсь как и вы обо мне но кстати я еще вспомнил мне там писали в комментариях мол не читайте советских газет типа не смотрите новости я вот например не ощущаю что для меня телевизоры новости делают меня как-то более несчастным от того что их смотрю я стараюсь не смотреть всякие новости про теракт и вот про это потому что оно никак вот оно на вашу жизнь никак не влияет действительно ну может произойти теракт я знаю что может произойти теракт я вот про себя могу сказать что когда-то я волновался меня например беспокоила возможность того что в любом доме с газовыми плитами может взрыв произойти действительно у меня лет десять назад были такие страхи а потом я как-то выходил из лифта и споткнулся об пьяного человека который перед этим лифтом валялся и понимаю что я просто ну во многих вещах я не могу свою жизнь контролировать ну никак то есть надо типа расслабиться и получать удовольствие улыбаемся и машем но не узнавать вообще что происходит в стране я считаю это не совсем правильным то есть то что вы типа ограничите свои свой контакт с негативными новостями не значит что они вас не достанут в реальной жизни вот одно дело вы это новости смотрите а другое когда там эти законы которые принимаются берутся за вас надо надо о них знать и к ним быть подготовленным ну как мне кажется ознакомлен значит вооружен можно так перефразировать вот этот совет не смотреть новости я считаю не совсем верным может не стоит смотреть телевизор действительно всякие телешоу я вам еще сделаю отдельно видео надеюсь вот об американских всяких телешоу я тут смотрю специально вы знаете как узнать другую культуру тут очень забавные всякие штуки есть но надеюсь это видео все таки вам будет полезно на этом все вы видели и слышали Лешу Халецкого и не предавайтесь унынию всем пока 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 Продолжение следует...